Здравствуйте, друзья! Вы смотрите программу технологий для бизнеса и в студию ведущий Василий Богданов. Сегодня у нас в гостях Александр Рубанов, директор департамента разработки информационных систем компании Softline. Здравствуйте, Александр. Здравствуйте, Василий. И Надежда Чередниченко, руководитель отдела маркетинга департамента разработки информационных систем компании Softline. Привет, Надежда. Здравствуйте. Сегодня мы обсудим вот какую интересную тему. Есть такая философия, ну как бы обсуждается уже довольно давно, но только сейчас, вот уже в ближайшее время, она стала проникать в бизнес. Называется она Customer Experience. То есть даже так вот если в лоб перевести опыт потребителя, да, что-то такое. Но это большой такой пласт, большой сегмент. И многие компании, которые хотят повысить свою эффективность, сейчас пристально как бы пытаются эту философию осмыслить и реализовать в своем бизнесе. Уже многие такие попытки удачные, частичные, либо уже такие многочисленные есть. И наши гости вот одни из тех, кто активно занимается пропагандированием и внедрением, как бы вот этого бизнес-подхода. Прежде чем мы поговорим о том, что это такое за философия, как она работает и как с ее помощью повысить рентабельность бизнеса, повысить средний чек, повысить срок жизни клиента и снизить издержки. Вот. Для начала несколько слов о компании. Кто Александр, наверное, да? Я думаю, я смогу начать. Как вы знаете, в этом году компании стукнуло 20 лет. Ну, я знал, потому что мы до этого поговорили, но вот, наверное, телезрители, да, только сейчас узнали, многие наши. И это очень большой срок, который доказал, что это уже крупная стабильная компания. Мы присутствуем во многих городах мира, даже в странах различных. Очень большое географическое покрытие и очень большой спектр разных услуг, которые компания оказывает. От поставки программного обеспечения до каких-то интеграторских услуг. Разработка, обучение персонала, поставка железа, инженерная поддержка, техническая поддержка. В общем, все, что касается информатизации предприятий, государственного сектора, во всех отраслях. Любые отрасли, любой сектор экономики, любой размер компании, в общем-то, любая IT-услуга, она представлена. Ну, 20 лет не зря. 20 лет не зря. И, собственно, среди всего этого набора есть департамент разработки информационных систем. На текущий момент департамент насчитывает 200 штатных специалистов, которые трудятся над созданием, внедрением, реализацией различных бизнес-идей, потребностей в наших клиентах, заказчиков, в госсекторе в том числе, где мы занимаемся внедрением различных проектов по связям между потребителями услуг органов государственной власти и, соответственно, поставщиком. И мы объединяем и оптимизируем эту связь и взаимоотношения. Собственно, да, мы перешли как бы к сути нашего разговора, да, вот если тогда уже более конкретно посмотреть на эту философию, да, что это такое, если вот человеческим языком, да, у каждой компании есть потребитель. Ну, я бы даже, наверное, позвольте, я начну, да, я бы, наверное, сказала еще про несколько наших направлений. А, давайте, давайте. Да, и дальше перейду уже к customer experience. Вообще большинство наших услуг можно объединить такой, скажем, общей целью. То есть мы помогаем нашим клиентам работать более эффективно со своими клиентами. С их клиентами, да. Да. Причем неважно, это и физические лица, и юридические лица, и во всех отраслях. Неважно, да. Даже неважно, это может быть покупатели, либо это просто использователь какой-то услуги, может быть виртуальная услуга, либо что-то еще. Ну, мы поговорим про это подробно потом. Да, но так как, в общем-то, моя IT-компания, да, и одно из наших основных направлений, это разработка, ну, скажем, сложных сайтов, интеграция их с корпоративными порталами. То есть создание площадки для взаимодействия как раз сотрудников компании и клиентов. Да, ну, приведу, на самом деле, простой пример. ВУЗ, у ВУЗа есть внешний сайт, студент зашел на сайт, отправил, там, какой-то, допустим, запрос или заявку на обучение, там, допустим, на платное. Этот запрос трансформируется в задачу уже для сотрудника на корпоративном портале, вот. То есть экономится... Поговорим об этом, да. Ну, да, по сути, в общем, решение очень удобное, экономит время, как... Сейчас, Надежда, тогда вы уже стали конкретный кейс рассказывать, а я все-таки, прежде чем мы дойдем до кейсов, я бы все-таки хотел сформулировать, да, вот этот вот потребительский опыт, вот эта философия, да, да, customer experience. Вот что это означает, по сути, вот если перевести это на бизнес-язык, что это такое? Customer experience, я бы точнее сказала, что это идеология, вот, она объединяет в себе линейку решений, вот, то есть это, в общем-то, информационные системы, которые позволяют... Там целый набор, на самом деле, полезных функций от аналитики поведения клиентов, допустим, на том же сайте, дальше таргетирование этой целевой аудитории, ну, на которую работает сайт, вот, дальше это всевозможные... Но это не обязательно на сайте, это может быть любой покупатель, да? У него же, помимо сайта компании, он же может еще иметь какую-то историю, да? Customer experience, это, на самом деле, да, извини, Саша, это... Александр, вот, может, добавит. Да. Если говорить в целом о диалоге, то это идеология тех решений, они очень часто могут называться промышленными решениями, большими решениями, сложными во внедрение, которые так или иначе оптимизируют работу компании, либо организации, которые внедряют это решение с их потенциальными покупателями, получателями услуг, либо текущими клиентами. Смотрите, это вот то же самое, что когда, например, компания, по сути, перекладывает на потребителя часть своей работы, например, я как покупатель сам заполняю заявку, там, да, сам разыскиваю товар, сам оформляю, допустим, адрес своей доставки, сам произвожу оплату, то есть то, что раньше сделал бы служащий магазина, консир там и прочее. Оптимизация сделана. При этом я же, на самом деле, этому рад, потому что я тоже сэкономил, я не пошел в магазин, да, значит, и потом еще дальше я могу отслеживать движение, вот, исполнение своего заказа, вплоть до, там, очень короткого диапазона, когда ко мне в дверь постучит или позвонит курьер, да, а параллельно при этом компания снижает издержки, потому что она тоже не производит огромное количество бизнес-процессов, они исчезают в этой ситуации. Именно так. Очень много шагов по согласованию, там, покупки или, там, совершения самой услуги, начиная от заказа, может уменьшиться количество приходов в офис физических. Мы не говорим не только об онлайн-продажах, мы говорим и об оптимизации и оффлайн-продаж, в том числе, когда покупателям предлагаются на основе их истории, которые есть, допустим, на кассе, может храниться какие-то допродажи, там, на той же кассе. Это может быть витрина онлайн-магазина, это может быть какие-то другие сервисы. Сейчас, смотрите, а вот эта вот идеология, она применима только в коммерческой среде или вот вы занимаетесь еще в госсекторе автоматизацией, там тоже она, возможно, применяется? Конечно, да, идеология применяется широко и в том числе в государственных организациях. Могу привести один небольшой пример, ну, полугосударственная компания энергетическая, это наш клиент. Вот у них была ситуация такая, клиент, чтобы подключить, допустим, электричество в своем загородном доме, должен был три раза прийти в офис компании, чтобы оформить все необходимые документы. Наши решения помогают сделать таким образом, чтобы клиенту даже не нужно было выходить из дома. Да, это в то же время удобно как для клиента, который экономит свое время, вот так и это на самом деле очень удобно и для сотрудников, и для самой компании. Я, кстати, здесь добавлю, знаете, что я тоже вот с подобными там решениями сталкивался. Здесь даже важно зачастую не только очевидные преимущества, что мне не надо три раза ходить, но сам факт того, что я могу отслеживать выполнение своей заявки, там, да, что мои там документы подались там туда-то, что мои документы там оформлены, что в такое-то время там, ну, будет произведено, произведены какие-то работы там. Вот это тоже, когда ты в курсе, это тоже прибавляет, ну, какой-то потребительской ценности. Ты спокоен, ты уверен, там, работа делается, все по плану. Да же? Да, совершенно верно. Ну, и при этом заявки очень четко таргетируются и делятся по типам, в зависимости от вида потребителя, от его географического местоположения. И, опять же, мы говорим об издержках, об отсутствии дополнительных издержек внутри компании по обработке этих заявок. То есть весь процесс очень прозрачный. То, что раньше делало там трое клерков, теперь делает машина. Теперь делает машина, а есть контрольные точки, в которых нужно просто проверять этот процесс и там, насколько оперативно и хорошо отрабатывают те ответственные люди, либо отделы, которые ответственны за тот или иной процесс. Смотрите, это как бы внутренняя часть, это часть, когда клиент, ну, когда человек, любой там из нас, уже стал клиентом компании. Сейчас мы понимаем, что уже не важно, он стал клиентом интернет-магазина, или там электросетевой компании, или государственное учреждение, ну, не знаю, там, оформление заграничного паспорта, или там, не знаю, ЖКХ, там, или что-нибудь, все что угодно. Да, оформление заявки в детский сад или что-нибудь еще. Вот. И мы поговорили о том, что компания снижает издержки. Тоже очевидно, почему. Как минимум, это снижаются затраты на человеческий труд. То есть меньше людей могут работать более эффективно, там, да, уменьшается вот эта вот дурацкая бумажная работа. Вопрос. А, смотрите, многие компании стремятся не просто облегчить, то есть, смотрите, облегчить жизнь потребителя уже важно. Но многие компании стремятся пойти дальше. То есть они хотят предвидеть, предсказывать действия потребителя, предлагать ему товары с большей степенью эффективности. Вот как здесь? Ну, это, во-первых, связано с тем, что сейчас общеизвестный мировой тренд, к которому мы тоже, в общем-то, стремимся соответствовать, это повышение качества обслуживания своих клиентов. Вот. Сейчас даже проводилось исследование, по данным которого известно, что 86% клиентов готовы платить больше за более качественный сервис. Ну, легко, да, могу себе представить, да. Ну, да, мы все своим потребителем, все это понимаем. Вот. И как раз-таки наши… И за счет чего это может достигаться? Это может достигаться за счет более персонализированной информации, допустим, на том же сайте интернет-магазина. Вот. Который… И как раз-таки вот наши решения, они позволяют понимать, что за человек пришел на сайт, какие у него могут быть потребности, то есть анализируются предыдущие истории. А, все-все-все-все, Надежда, а как это практически может выглядеть? Вот. Практически я, например, захожу на сайт, на интернет, да, на сайт интернет-магазина какой-либо женской одежды. То есть система уже понимает, что я, во-первых, девушка, во-вторых, мне там примерно столько-то лет, и анализируя предыдущие ресурсы, которые я посещала, сайту понятно, что я интересуюсь платьями, и уже мне будут автоматически предлагаться там наиболее соответствующим моим пожеланиям товары. Еще до того, как я начну поиск. Далее я начну поиск каких-то конкретных товаров, и мне опять же будут предлагаться… И с каждой такой итерацией сайт будет все больше знать про вас. Да, совершенно верно. Именно так. А если есть еще какая-то история покупок, либо взаимоотношений с этим магазином, либо оффлайн, либо онлайн, на основе нее вообще можно какую-то предсказательную модель строить. Отвлечемся от платьев, вернемся к игрушкам мальчиков. Например, те же картриджи. Мы знаем, что у них есть срок жизни. Система, зная, что покупатель опять пришел, может ему там предлагать купить, напоминать какие-то вещи. Например, интер, например, через какое-то время он купил картридж. И тогда систему, более того, он даже может картридж не купить. Система примерно знает, сколько времени расходуется картридж. И может ему сделать прямое предложение, что, мол, не пора ли вам поменять. А человек говорит, ну а почему бы не пора? И точно так же одним кликом покупает и ему привозит. Ему ходить никуда не надо. Вот предвосхитили. Это очень простой, кстати, пример, но очень хороший. Вот на таком элементарном примере сразу понятно, как предвосхитили и не позволили человеку купить картридж в другом месте. Именно все равно купил. Он может, купив картридж, это не очень большая покупка, забыть, где он это сделал. Не обратить вообще на это внимание. Не обратить на это внимание. Но если магазин заботится о своих клиентах, повышает их лояльность, это как раз-таки входит в саму идеологию customer experience, то очень важно клиента не потерять, заботиться о нем. Клиент доволен, его транзакций меньше, магазину больше прибыль, больше продаж. То есть довольны все. И при этом еще меньше сдержат, потому что это все автоматизировано. Именно так. Более того, эти системы пошли дальше. Они способны анализировать поведение людей в социальных сетях. Это тоже очень интересная тема, потому что тут анализируется не только мнение, вот тоже, кстати, по данным исследования, порядка 26% клиентов, если они вдруг, не дай бог, получили негативный опыт, они обязательно напишут об этом в социальной сети. Системы наши помогут увидеть, если такие отзывы есть. Смотрите, это важный момент. Многие компании даже не знают, что про них говорят и пишут, потому что живьем очень малое количество потребителей позвонит в компанию, напишет письмо там и прочее. Они выплеснуты в другом месте. Но как с этим работать и как отобратить на пользу бизнеса, какие для этого есть технологии, мы поговорим во второй части нашей программы. Дорогие друзья, рекламная пауза. Дорогие друзья, снова здравствуйте. В эфире программа «Технологии для бизнеса» и в студии ведущий Василий Богданов. Напомню, что сегодня у нас в гостях Александр Рубанов и Надежда Черезниченко из компании Softline. И мы говорим про вот эту вот довольно новую идеологию Customer Experience, которая позволяет помочь потребителю повысить сервис, снизить его издержки. Компания снизит свои издержки. И вот мы сейчас перешли к интересному моменту. Предсказывать по анализу покупок, вот элементарнейший пример. Человек купил принтер, значит, будет покупать картриджи. Но есть гораздо более сложные примеры. Вот мы про них поговорим, но вы начали рассказывать в первой части ситуацию с негативом возможным. Бывает же такое, да? Человек пишет в соцсети, в Одноклассниках, в Фейсбуке, не знаю, где. Я думаю, что у каждого в ленте каждый день кто-то что-то пишет. Да, что, а-а-а, там, ужас-ужас. На самом деле, да, я начала рассказывать и про социальные сети, в том числе. То есть система позволяет не только отслеживать мнение и позволяет компаниям очень быстро реагировать, что, ну, значительно повышает лояльность. А как это? Она что, например, забиваешь какие-то слова, да, в аналитическую систему, и система, если как только эти слова появились, она сразу дает сигнал там менеджеру по работе с претензиями, что, мол, так и так, где-то проскочил негатив. Фактически, да. Можно отслеживать упоминание о бренде, можно отслеживать упоминание о конкретном продукте. Система может даже не анализировать сама, например, в каком-то контексте, в положительном или в негативном. Она, допустим, просто информирует о том, что кто-то что-то написал. А может даже отслеживать и направленность. То есть если там какой-то конфликт, проблема, ее нужно обратить внимание и решить. Если это просто похвала, ну, как бы хорошо. Можно записать все в копилочку и просто на это каким-то образом ссылаться. Тут стоит отметить, на самом деле, что все эти решения построены на базе продуктов Oracle. Oracle известен, ну, как сказать, своими решениями в области аналитики и баз данных. Поэтому за техническую сторону тут можно не волноваться. Так, хорошо. А смотрите, есть уже какая-то практика, допустим, более каких-то сложных поведенческих моделей, когда объединяются несколько, ну, скажем так, несколько сфер жизни покупателя. Вот он может, например, в оффлайне, в живом магазине совершить какую-то покупку, но след все равно остался. Например, он, ну, допустим, прокатал карточку лояльности, про него уже известно. Потом он в интернет-магазине что-то купил. Потом он какой-то поиск определенного рода проводил. Потом он зачекинился в каком-то месте, клубе, магазине, ресторане. Вот есть сейчас уже какие-то такие прообразы систем, которые позволяют все вместе объединить, составить портрет. И когда он будет проходить мимо оффлайнового магазина, ему раз, смс-ку, типа, а тут специальная акция. Или пока это фантастика. Нет, это не фантастика. И более того, у вас всех на слуху есть какие-то акции. Там, не знаю, окажись рядом с таким-то метро, найди такую-то машину, зачекинься в телефоне, именно по радиусу действия, там, твоего телефона и какой-то машина, например, определяется, что ты уже достиг цели, и ты первый. Ты получаешь какой-то приз. Ну, игры такие есть, да. Есть такие игры, и эти игры проводят, соответственно, какие-то компании, которые продают ту или иную услугу, то есть они повышают лояльность клиента. Вообще эти технологии от работы, они не существуют. Тут следует отметить еще тот факт, что программа лояльности — это что-то такое, что уже у всех на слуху, и все понимают, что нужно хранить историю клиента, собирать его портрет и прогнозировать на основе какой-то аналитики его будущей покупки, либо там поведение, либо в офлайн-магазине, либо в онлайн-магазине, либо как потребитель услуги, там, на сайте органа государственной власти. А еще важный аспект таких систем — это задачи внутренних маркетологов, либо людей, ответственных за это, оптимизировать свою собственную работу. Конечно. Ведь это огромный массив данных, который становится им доступен как инструмент. Но просто человек-маркетолог, взяв все эти цифры, даже зная по каждому клиенту, по региону какую-то сухую статистику, сколько мы продали, чего, он не может оперативно… Да, вопрос визуализации этих данных, интерпретации. Когда данных огромное количество, ну, просто ты теряешься в этой массе, не можешь интерпретировать. И нужны какие-то инструменты для того, что, во-первых, как это интерпретировать, а, во-вторых, сделать какой-то прогноз и понять вообще какую-то статистику. И более того, из этих всех данных можно прогнозировать, в каком регионе, например, какие продажи наиболее успешны. А для того, чтобы, например, проинвестировать в какую-то маркетинговую активность, в рекламу, для того, чтобы еще более там надавить на какой-то существующий спрос, то есть его стимулировать каким-то образом. Я, кстати, слышал такую историю. У нас вот бывали ребята, которые одеждой занимаются, ну, сети, одна из сетей. Она говорит, что очень вот самый сложный рынок это подростковый, потому что там, особенно вот ты федеральная компания, у тебя везде единая коллекция, но в совершенно разных районах непонятно почему, ну, пока для них непонятно, вдруг могут резко возникнуть в подростковой среде вот такая резкая мода на какие-то определенные штаны или определенную какую-то толстовку определенного кроя, или там какие-то кроссовки. Игрушку. Да, игрушку там, или может быть какой-то электронный сервис там. Буквально всплеск, три месяца все резко там это покупают, потом еще там полгода покупают, а потом все. И вот если ты через год только завезешь эту же игрушку, ты не попал в никуда. То есть нужно заранее предвидеть такие вещи. Позволяют сейчас системы это делать? Именно так. И более того, не заранее, а именно вовремя. В онлайн-режиме даже. В онлайн-режиме. То есть и как раз-таки спрогнозировать это и увеличить, так сказать, свою рекламу, либо присутствие там с той игрушкой, или с той услугой, или там с той одежды, которая в этом регионе, вложить деньги в ее продвижение, и это окупится стократно. Конечно, конечно. То есть поддерживать рекламной активностью то, что сейчас находится на пике роста. Именно так. И не после. И заодно оценивать, когда, в общем-то, этот рост сходит на нет, чтобы можно было уже какие-то лишние издержки, опять же, избежать, когда уже реклама, в общем-то, не нужна излишняя. Скажите, а есть ли вот какие-то в вашей практике примеры, ну там, может быть, называя компанией, не называя компанией, как измерить эффективность подобного рода стратегий, направленных на расширение взаимодействия с потребителями? То есть мы вот сегодня все время говорим, повышается лояльность, повышается средний чек, потому что если человек купил принтер и теперь покупает у тебя картриджер, мог бы купить в другом месте, ты бы потерял эти продажи. Увеличивается срок жизни клиента с компанией, снижаются издержки. А есть ли какие-то на вашей практике количественные измерения? Ну я понимаю, что их не всегда не есть, потому что вы там внедрили, наладили и ушли. Никто вам не скажет, что типа наши продажи там выросли. Поделитесь хотя бы небольшими какими-то проблемами. Для разных внедрений могут быть разные критерии оценки, но один из простых примеров. Магазин, сеть офлайн-магазинов, порядка 40 штук, с большим и большим оборотом продажи техники, электроники, бытовых товаров. После запуска интернет-магазина, через год после их работы, магазин увеличил свои обороты вообще полностью, в два с половиной раза. То есть вся сеть? Вся сеть. То есть именно за счет онлайн-присутствия. Ну это... Ну это такое, это уже довольно известный кейс. Довольно известный кейс, да. Я не слышал про такие показатели. Ну то есть само по себе, конечно, логично, что если у тебя есть 40 магазинов, ты можешь их использовать как хабы такие, как опорные точки и расширять... Сеть присутствия в других местах, за счет интернета. Да, за счет интернет-магазина. Куда не могут прийти люди. Но что это увеличивает два с половиной раза общий объем продаж, я вот первый раз слышу. Это очень круто. Ну этот кейс, он звучит прямо, но за ним скрывается как раз-таки внедрение сложной системы, которая интегрирована, ну соединена с какой-то складской программой и анализирует остатки на складах, какие-то опять же проводят какой-то поведенческий анализ пользователей на сайте, ну на интернет-магазине, в зависимости от этого предлагают им те или иные товары. То есть система сама по себе сложна, несмотря на то, что кейс звучит как внедрение в интернет-магазина на сайте. Я хотел бы добавить, да, на самом деле кейс интересный. Хотел бы добавить, что для тех, у кого же есть интернет-магазин, это будет интересно, да, что как только интернет-магазин начинает предоставлять более персонализированную информацию для клиентов. Предоставлять кому? Компании или самому потребителю? Клиентам, потребителям, да. То есть предоставление персонализированной информации, это гарантирует рост доходов порядка на 70%. Хорошая история. А вот смотрите, а теперь надо понимать, какова цена всего этого вопроса? То есть я так понимаю, что есть технологии, ну такие условно, я их называю железные, то есть когда это связано с внедрением софта, там закупкой серверов, там что такое. Есть облачные сейчас все больше технологии. Вот каков масштаб затрат при реализации подобных решений? Я думаю, что в любом случае, когда мы говорим именно о промышленных системах, которые работают с большим объемом данных, могут прям на лито анализировать их, выдавать какую-то информацию, статистику. Это как правило системы, установленные прямо в компании? Они могут быть и облачные, могут быть установлены, это не имеет значения, но при этом само решение изначально уже достаточно дорогое, потому что кроме внедрения решения, здесь есть еще этап некоторой бизнес-аналитики и вообще понимание бизнес-процессов, которые происходят в компании, понимание инфраструктуры, которые уже есть, каких-то ограничений. И фактически проект по внедрению, это не просто продажа, там лицензии, настройка какая-то, а это именно комплексный проект по сопровождению, аудиту, обследованию и так далее. Это даже, я бы сказал, комплексный проект по реорганизации бизнес-процессов, маркетинговых, возможно, процессов. Очень большая часть бизнес-консалтинга. Да, да, да. Это все чаще, да, компания IT фиксирует, что это уже не просто вот купил, поставил, там, да, обучил. Суть идеологии именно это решение бизнес-задачи. То есть, смотрите, другим языком, как бы система может проанализировать, но кто-то в нее должен вложить механизм анализа. То есть, маркетолог должен сказать, что, ребят, если человек купил принтер, пожалуйста, через 4 месяца направьте ему предложение по покупке картриджа. Тогда уже можно это запрограммировать, но кто-то должен вот этот механизм понимать, придумывать. Да. На основе этой потребности мы можем предложить конкретное решение, которое решает конкретную задачу. Либо, если есть сформированная уже потребность, либо проблема, мы ее поможем решить, либо мы можем предложить какие-то кейсы по рынку, которые наиболее успешны, либо в мировой практике, либо в российской. И, учитывая, что наши клиенты абсолютно в разных отраслях и работают с разной целевой аудиторией в разных регионах и странах даже, то мы... Есть возможность лучше мировой опыт сравнивать. Именно так. И нам будет о чем поговорить и что предложить и обсудить. А если уж об этом зашла речь, вот кто сегодня, так сказать, на острие, какие отрасли наиболее активно внедряют вот это вот в практическом смысле эту идеологию customer experience? Ну, конечно, это онлайн-торговля. То есть это сфера ритейла. Ну, во-первых, просто на них. Вообще торговля и онлайн-торговля. Финансы подтягиваются. Финансы. Госуслуги. Да, банковский. Банковский сектор. Госуслуги. Страхование. Страховщики. Ну, в общем-то, если речь идет о коммерческих организациях, это все те, кто работает с большим числом... Количеством потребителей. для государственных и муниципальных образований, в общем-то, то же самое. Именно те, которые работают с массовой аудиторией. Ну что, это хорошая история. Как бы вам пожелать со своей стороны остается только как можно больше таких внедрений. Нашим уважаемым телезрителям, если кто-то вот захочет ознакомиться с этим опытом, вот обращаться к нашим сегодняшним гостям. Вот. И чтобы вы в завершении хотели пожелать нашим телезрителям. Давайте надежда сначала с вас. Что бы вы хотели? Ну, во-первых, я хочу всем нашим телезрителям пожелать благополучия как компаниям, так и физически. безусловно. Александр? Я им желаю найти в лице нас, надежного поставщика IT-услуг, естественно. Спасибо, спасибо. Дорогие друзья, вы смотрели программу «Технологии для бизнеса». В гостях у нас были Александр Рубанов и Надежда Чередниченко и ведущий Василий Богданов. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok